Добрый день, друзья! Это Александр Ишкин и онлайн-школа Академика. Есть момент, когда у вас не получается портрет похожим, и зачастую это связано с тем, что нет системного подхода. Что значит системный подход? Как только вы видите некие схожие черты в каждом портрете, вы будете видеть, насколько тот человек, который вы рисуете, не похож на эту систему, то есть насколько он от нее отклоняется. Именно это позволяет вам точно контролировать эти мельчайшие изменения. Есть определенная система, если выполнять ее в начале портрета и идти этим путем, то в любом случае похожесть будет достигнута. Оказывается, есть некая общая система, которая повторяется во всех портретах, которые бы вы не рисовали. Поэтому, если вы ищете индивидуальные черты и вам кажется, что все люди разные, на самом деле вы сможете это увидеть, только если будете считать, что они все одинаковые. На этом курсе, друзья, мы попытались нарисовать 5 портретов. Мы нарисуем пожилого человека, мы нарисуем юношу, нарисуем мужчину и женщину и нарисуем ребенка. Это часто встречающиеся возрастные категории, которые, кажется, по-разному изображаются. На самом деле, что маленького ребенка, что взрослого мужчину, что юношу, что дедушку можно рисовать всегда с одной и той же системы, с одним и тем же подходом, отклоняясь совсем чуть-чуть. Мы в этом курсе не будем доводить рисунок до абсолютного конца. Скорее, этот рисунок будет оставаться в состоянии такого наброска, короткого рисунка, потому что вы, кто будете делать этот портрет, можете пройти этот же самый путь. Совсем не обязательно стремиться к полной завершенности и к всей сосредневой передаче. Уже на этом уровне будет понятно, насколько у вас получилось похоже или не похоже. Поэтому легко можно будет делать такие зарисовки, такие наброски и в общественных местах, и в каких-то поездках. Поэтому специально будем делать эти рисунки на скетчбуке для того, чтобы у вас сложилось впечатление, что это можно выполнять в любом месте, в любое время и любым материалом, в данном случае графитным карандашом. Курс, который мы сейчас будем вести, он рассчитан на людей, которые уже умеют рисовать портрет или начинают рисовать портрет. Но, в принципе, это те люди, которые еще не выработали систему, в которой строится портрет. И я надеюсь, что эта система теперь у них появится. Друзья, записывайтесь на этот курс, и тогда портреты, которые вы будете рисовать, будут похожи на тех людей, которых вы рисуете. И тогда человек, который увидит портрет, который вами был нарисован, ему будет приятно, и вам будет приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok